Некоторые чиновники стали забывать о том, что их основной работой является обеспечение достойной и комфортной жизни граждан. При этом решение, казалось бы, элементарных житейских проблем порой затягивается на неопределённый срок. И всё почему? Да потому что слуги народа с этим самым народом не идут на открытый диалог. Разговаривать нужно друг с другом. Именно такой позиции придерживается депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин. Потому он отправился в рабочий посёлок Сарай, чтобы встретиться с гражданами, выслушать их и постараться помочь в решении их проблем. Вне зависимости от того, какой уровень занимает депутат, надо работать с людьми, когда они нуждаются в нашей помощи. Вот, к примеру, Елена Гончарова. Уже на протяжении 10 лет она проживает в съёмном жилье без каких-либо удобств. На попечении женщины находится её 19-летний сын-инвалид. Диагноз – детский церебральный паралич. Женщина уже устала обивать пороги чиновников в надежде добиться жилья, которое её семье полагается по закону. Последнюю надежду она возлагает на помощь от партии ЛДПР. У меня в Сысоях никакой собственности нет. Там домик, он развалённый, и там остался жить мой бывший. Вы там с сыном прописаны? Да, регистрация стоит, только регистрация. У меня собственности никакой нет. Ни земли, ни дома. И на стола нет, они говорят, что вы не положили, да? Да. Мы будем решать по поводу обеспечения вас благоустроенным жильём или постановки вас на очередь. Следующее обращение было коллективным. По словам жителей посёлка, сельсовет пришёл к выводу, что централизованная контельная, которая обогревала все дома на их улице, вдруг перестала быть рентабельной. Потому людям пришлось устанавливать индивидуальные котлы. Почему-то за свой счёт. Вот уже несколько лет жители Сараев борются за свои кровные деньги, которые им всё обещают вернуть. Дело окончилось судом. Исполнительные листы убрали в долгий ящик. Люди до сих пор ждут материальной компенсации. Значит, у меня была такая ситуация. Посёлок Сапожок. У нас там тоже координатор был. И там тоже один дом, тоже двухэтажный. Мы обязали людей устанавливать индивидуальное отопление, так как котельная нелентабельная. Мы соответствующие запросы писали в прокуратуру. И прокуратура обязала местное ЖКХ за счёт муниципального образования установить у людей индивидуальные котлы отопления, так как это не является вашей виной. Александр Шерин обещал взять данные вопросы под личный контроль. Всем жителям Рязани и Рязанской области хотел бы сказать, что если их права нарушаются, им не нужно терять времени, нужно обращаться в приёмный ЛДПР, ко мне как к депутату Государственной думы фракции ЛДПР. Ещё одна история с запахом газа заинтересовала депутата Госдумы. 85-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, живёт в своём небольшом домике с 1958 года. А в 1997 году было принято решение провести в этот и все соседние дома газ. Газ провели, а пользоваться я с большими трудностями. Я и пошла в газовую. Приехал мастер, приехал и сказал, да, газ провели неправильно. Но больше всего поразило то, что газовую трубу к соседям протянули прямо через кухню старушки, сквозь ветхие стены дома. Теперь, чтобы попасть туда, бабушка должна пересечь холодную террасу, дверь в которую перекрыта, как и газ в её доме. Это газовая труба, идущая к соседям. В своей жалобе вы обжалуете действия межведомственной комиссии, которая обследовала ваш жилой дом. Также указывает на необходимость вынесения газовой трубы, идущей к соседнему дому за пределы жилого дома. Это вот это, да? Да. Так. Ну, логично, что вы этого просите. Куда только старушка не обращалась с законной просьбой вынести трубу из дома, всё бестолку. Разве можно просто сделать без каких-либо нареканий и скандалов со старушкой? Ответ очевиден. Бабушка прошла всю войну, потом потеряла любимого мужа и родного сына. Осталась совсем одна наедине со своими бедами. А теперь недоумевает. За что же с ней так поступают? Депутат решил выяснить, что же за человек руководит сараевским газом. И вместе с нашей съёмочной группой отправился к нему в гости. На работу. Мы по поводу татарников, Антонина Алексеевна. Только начальнику? Только начальник, а он когда будет. А можете ему позвонить, что я подъехал? Александр Александрович, по-моему, здесь я буду от госдома с телевидением приехали. Спрашивают, во сколько вы будете. Понятно, до вечера не будет. К сожалению, люди заняты. Не всех мы смогли, должностных лиц, застать на месте. Будем направлять депутатские запросы. Вот и надеясь на помощь посредников между вами и вашей комфортной жизнью. Александр Шерин эти вопросы открытыми не оставит. И сделает всё возможное, чтобы помочь жителям посёлка Сарай. Кому обрести свой дом, кому впустить туда тепло. Хочется верить, что всё сложится наилучшим образом. И партия ЛДПР сможет помочь простым гражданам, нуждающимся в помощи. Продолжение следует...